Дмитрий Аркадьевич Голубков И хотелось бы, конечно, в первую очередь поговорить с вами о вашей депутатской работе, собственно, подвести итоги 2017 года, начала 2018. Но обстоятельства складываются так, холодный, очень холодный февраль, холодное начало марта. Обстоятельства так складываются, что хочется, конечно, в первую очередь задать вам вопрос именно как руководителю Мособлгаза, как мы проходим этот зимний сезон, непростой зимний сезон, и как обстоят дела с вопросами безопасности. Это тоже очень важный вопрос. Зиму мы проходим стабильно. На самом деле зима нормальная, аномального в ней. Просто последние годы зимы были теплые. И мы привыкли, что у нас в нашей климатической полосе, в центральной полосе России уже стали зимы такого европейского плана. Хотя это не свойственно нашему климату. И у нас, конечно, мы должны быть готовы принимать крепкие морозы. И то, что вот сейчас мы получили во второй половине этого месяца, февраля, по сути, в конце зимы получили умеренно крепкие морозы. Умеренно крепкие, затяжные. Ну, там 4-5 дней, скажем так, они держались. Ночью доходило до 30-32 в некоторых районах Подмосковья. Вот у нас в Одинцовском районе, конечно, не было таких минусов. Но, тем не менее, конечно, это уже, это не экстремальные температуры, конечно. Мы помним, когда лет 10 назад у нас было, так сказать, там под 40 и ничего, так сказать, все выдержали, нормально прошли. Мы просто отвыкли от крепких зим. Поэтому газовики готовы принимать климат суровый, так сказать. И, по сути говоря, весь год газовые структуры готовятся именно к экстремальным похолоданиям. Именно в этом вся работа и проверяется, как мы проходим экстремальные температуры. В этом году у нас обошлось без больших происшествий с точки зрения подачи газа, с точки зрения обеспечения необходимых объема газа потребителям. Конечно, были случаи отключений, перемерзаний на газопроводах. Конечно, не без этого. Но в штатном режиме наши аварийные службы справлялись с данной работой. А что касается оборудования абонентов? Понятно, что с точки зрения со стороны Мособулгаза все отработало в штатном режиме. А что касается абонентов, что касается устройств непосредственно в домах, в квартирах? Они тоже работали с повышенной нагрузкой, и это тоже сложный момент. Что касается частного жилого сектора? Именно это я имею в виду, что, конечно, самое чувствительное место – это последняя миля. Это там, где мы заходим уже на территорию нашего абонента, либо на его участке, либо непосредственно в жилом доме. Здесь ситуация, ну, с учетом того, что абонентов у нас очень много, и очень многие наши жители занимаются переустройством своего жилья, делают ремонт, делают перемещение оборудования. Очень часто это делается, к сожалению, самовольно, без предварительного одобрения и получения необходимых рекомендаций от газовых служб. Это делать необходимо. Любые манипуляции с газовым оборудованием необходимо согласовывать с газовыми службами. Это не шутки, это не игрушки. К сожалению, мы последние годы очень часто становимся свидетелями тех бед, которые происходят в нашей стране, в Московской области тоже. Нас вот вчера, все хорошо знают, в городе Раменске произошел хлопок газа. Два человека погибло. Разбирались в ситуации, сами ходили, смотрели, что там произошло. Пока какие-то выводы делать трудно, но первое, что очевидно, были нарушены элементарные правила эксплуатации газовых приборов. Дома был сделан ремонт, были зашиты под гипсокартон газовые трубы. То есть газ мог застаиваться? Газ мог застаиваться. Провода, электрика, все это как-то в торопях чувствуется было обустроено. Ну, получили то, что получили. Поэтому в очередной раз, пользуясь случаем, что я сегодня здесь, я призываю всех жителей Московской области, Одинцовского района крайне внимательно относиться к вопросам газовой безопасности, к газовым приборам, к техническому обслуживанию, надлежащему их состоянию. Очень важно, и ошибки здесь не прощаются. Ну что ж, Дмитрий Акадьевич, от вашей профессиональной, скажем так, деятельности немножко отвлечемся и о другом направлении поговорим о вашей деятельности. Естественно, первый вопрос о законотворческой деятельности Московской областной думы. Вы очень активно включились в этот процесс. Один из самых активных начинающих депутатов, депутатов, которые первый созыв работают. Какие законопроекты, рассмотренные в 2017 году, на ваш взгляд, были наиболее важными для Московской области? Наверное, самый главный закон, самый важный для региона, для жителей, это бюджет. Закон о бюджете на 2018 год, который был своевременно принят, по внесенным правительствам, губернаторам, рассмотрен депутатами, был принят, одобрен и сохранил те тенденции, те, скажем так, основы, философию, которая закладывается нашим правительством, закладывается президентом страны. То есть это социальная ориентированность бюджета, это поддержка соцсферы здравоохранения, образования, это поддержка ЖКХ. Также свою поддержку в бюджете нашла область развития, производства, технопарки и так далее. И что, конечно, для нас, как для депутатов, тоже очень важно, то, что в бюджете также отражены средства, которые предназначены для реализации тех наказов, которые мы получаем от наших избирателей, от жителей, с кем мы встречаемся, с кем мы контактируем, держим руку на пульсе, и имеем такую возможность вносить в бюджет наиболее острые проблемы для того, чтобы их снимать. Ну, то есть я так понимаю, что именно вопрос бюджета, да, понятно почему, потому что Одинцовский район самый, наверное, густонаселенный в Московской области, соответственно, и запросы, и средства, которые на него выделяются, должны быть наиболее, ну, во-первых, наиболее объемные, да, и наиболее правильно, четко распределяться именно по направлениям, в том числе вот по социальным вопросам, как вы сказали, да? Конечно, в соответствии с потребностями жителей района, в соответствии с теми, с той проблематикой, которая наиболее остро стоит в районе, потому что в каждом, на каждой территории, в каждом муниципалитете Московской области так или иначе есть свои особенности, свои уклоны, и у каждого есть своя, так сказать, изюминка, своя главная проблема, которую надо решать. И для Одинцовского района, значит, также есть такие же проблемы, и вот очень хорошо, что мы отразили их в бюджете Московской области. Если взять ваш избирательный округ, практически еженедельно вы в нем бываете, встречаетесь с людьми, за ним другие мероприятия проводите как депутат. Вот из чего складывается в первую очередь ваша депутатская деятельность, какие вопросы для вас приоритетны? Самое главное – это общение с жителями, это получение в режиме живого общения той проблематики, которая людей беспокоит. Это, конечно, в первую очередь это ЖКХ, это работа управляющих компаний, это состояние дорог, состояние инфраструктуры. Жители нашего района беспокоят пробки, потому что все едут в Москву, поэтому вот те мероприятия, которые проводятся на территории Одинцовского района, то есть это строительство развязок, переездов, эстакад, они самым позитивным образом развязывают массу проблем. Прошедший год был очень успешным, знаковым, я бы даже сказал, в этом смысле, потому что сразу несколько крупных инфраструктурных объектов были введены, и самое главное, что продолжается проектирование и строительство аналогичных объектов тоже здесь у нас на территории, которые в ближайшие годы также будут построены и введены. Транспортная проблема, она является основой состояния территории, настроения жителей с этим связано. Конечно, решение таких проблем самым благоприятным образом сказывается на территории. И на настроении проживающих на ней людей. Я думаю, для вас это тоже момент немаловажный. Ну и еще хотелось бы такой момент у вас, чтобы вы осветили. Вы огромное количество мероприятий проводите и на выезде. Я понимаю, что это, в принципе, продолжение той же работы с людьми. Вы огромное количество объектов в течение года, расположенных на территории Одинцовского района, посетили. И везде вы приходите, с одной стороны, как человек, который что-то исполняет, какой-то наказ, и с другой стороны, человек, который получает массу наказов. Вот здесь тоже об этой работе. Какие направления? Как вы подбираете те места, куда потом расходуются деньги из вашего депутатского фонда? Места и наказы формируются, исходя из живого общения с жителями. Мы регулярно ведем прием наших жителей, где анализируем проблематику, суммируем ее, как-то обобщаем и направляем деньги на наиболее важные такие острые вопросы. Это первое. Очень часто они имеют такой, скажем так, частный характер, касаются конкретного человека или семьи, или состояния группы людей, допустим, состояние подъезда. Это первая группа вопросов, которая направлена на улучшение благосостояния, уровня обеспечения конкретных людей. Это первое. А вторая часть работы, это более такого, она имеет более, я бы сказал, более индустриальный уклон. Это проверка и анализ готовности инфраструктуры, которая обеспечивает жизнедеятельность территории. То есть это состояние теплосетей, подготовка к зимнему отопительному периоду. Состояние, допустим, развязок, состояние перронов. Вот такие вот вещи, которые, скажем так, решаются не по обращению одного конкретного человека и служат, скажем так, интересам какой-то одного или более. Но тем не менее, все равно ограниченные группы людей, которые оказывают влияние на большие массы, которые оказывают влияние на жизнедеятельность всей территории. Поэтому вот эти вопросы, я считаю, тоже крайне важные. Может быть, даже не менее важные. Потому что здесь, конечно, речь идет о жизни большого количества людей. Ну вот я вспоминаю такие на выбор даже две недели, которые вы провели здесь в своем избирательном округе. Это вы посетили амбулаторию Заречья, амбулаторию Ершова, несколько детских садов, вы посетили школы. Везде вы контролировали выделение средств из вашего депутатского фонда. Вот что касается именно таких точек, рэперных, назовем их сейчас такое модное слово. Как вы их находите? Как вы находите те учреждения, которые нуждаются в вашей помощи? И как определяется, что для них нужно сделать? Опять же, это идет от избирателей, да, фактически? Это идет от избирателей. Это идет от муниципальных властей, которые очень хорошо чувствуют проблематику. И здесь мы очень плотно работаем с властями. И, по сути, вместе готовим эти программы. Поэтому, если речь идет о каких-то масштабных инвестициях, и, конечно, это необходимо делать в координации с властями. Что касается личного приема граждан, вы уже в нескольких словах об этом сказали, но я думаю, что для каждого человека его личная собственная проблема, с которой он к вам приходит, она самая важная. Она самая важная в мире, только о ней он может думать. Соответственно, у вас таких проблем скапливается от каждого посетителя, как минимум по одной, а то и больше. Что касается именно этих проблем, с чем чаще всего конкретные люди к вам приходят? Это решение каких-то там личных проблем, это просьбы какие-то, примеры положительных решений, если можно, что удалось в последнее время сделать? Вы знаете, мне кажется, что большинство вопросов, с которыми обращаются люди, это, конечно, вопросы бытового плана, базового, основы жизнедеятельности, которые связаны вот с этим. Я бы не стал как-то разделять по категориям эти проблемы, потому что у каждого они свои, и для каждого, вы абсолютно правы, они имеют критическое значение, важнейшее для каждого конкретного человека. Поэтому мы не вправе давать оценки важности этой проблемы. Для каждого конкретного человека именно его проблема является самой важной. Другие проблемы не волнуют. Поэтому мы должны оценить, скажем так, адекватность, справедливость предлагаемого решения, так, чтобы оно действительно проблему решало, не нарушало, не ущемляло каких-то третьих интересов. Закон, опять же, бюджетное, бюджетное правило. Само собой, я уж об этом даже и не говорю. Очень часто, конечно, к сожалению, меня, знаете, те вопросы, которые мы решаем, мы, значит, решили и переходим к следующим, беспокоят те, которые мы, к сожалению, не всегда можем решить. И проблемы, которые зачастую людей сильно, скажем так, беспокоят, сильно подрывают их жизнь, но быстрого решения они не находят. И вот об этом, на самом деле, больше всего болит душа. Хотел тогда перефразировать вопрос. Давайте скажите о тех проблемах, которые не может решить депутат Московской областной думы, а люди часто с этими проблемами приходят. Не может решить всего того, что ему где-то ограничение закон, где-то еще что-то. Я бы сказал, это, знаете, это не то, что депутат может решить или не может решить. Если депутат должен решать любую проблему, значит, если он не может решить, он должен идти, значит, трясти других, чтобы они решали. Я вот это так понимаю. Но на самом деле некоторые проблемы, они в принципе не имеют решения, а может быть и не должны иметь решения. Они произрастают из каких-то конфликтов на территории. Кто-то какие-то... Межличностные отношения, где уже вступают в дело. И тут истину очень трудно установить, кто прав, кто виноват. Это все стороны необходимо выслушать. Вот эта вот ситуация, она часто приходится сталкиваться. Большую вызывает тоже, скажем так, сердце болит, когда старшее поколение, проблемы старшего поколения наших пенсионеров, людей, кто уже кому, скажем так, за 70. Вот губернатор Московской области, Андрей Юрабьев, принял фундаментальное решение. В этом году каждый пенсионер Московской области, старше 70 лет, получит доплату в сумме 5000 рублей. Это очень большой шаг, это очень большие деньги. Надеюсь, людям это поможет. Но хочется помогать и как-то решать именно для этой группы людей их проблемы. Дмитрий Аркадьевич, я думаю, что вы один из тех депутатов, которые работают с обращениями избирателей на выходе с большим КПД. Поэтому я думаю, что еще это и действительно вопрос того, что часть проблем уходит в никуда просто потому, что есть человеческая природа. Есть люди, которые никогда не будут довольны, какое бы решение не было принято. Поэтому это такой естественный процент, никуда от него не деться. Вот в связи с этим, отталкиваясь, кстати, от проблем старшего поколения, я знаю, что, во-первых, именно Мособлгаз ведет большую тоже социальную работу по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны. И задействован вообще по полной в социальных проектах. Ну и в связи с этим вот хотелось бы задать такой вопрос. Вы депутат, вы руководитель серьезного предприятия. Насколько успешно, насколько плодотворно удается совмещать две эти должности? Одна отбирает у другой время, силы, возможности? Или наоборот удается взаимодополнять здесь? Такой, как это, синергетический эффект получать от двух таких разных должностей? Я бы сказал, конечно, и то, и другое. И то, и другое. Это в Мособлгазе очень много вопросов. Им требует много времени. Но я стараюсь одной деятельностью дополнять другую. И очень часто решения, которые мы принимаем в Мособлгазе, они являются отражением депутатской деятельности. Те решения, причиной которых послужило прямое общение с жителями, понимание их проблем, понимание того вообще уровня проблематики, с которой люди сталкиваются. И, конечно, я считаю, что я стараюсь искать дополнение одного другим, а не конфликт. Конфликтность данных двух вопросов я стараюсь как раз к минимуму свести. Ну и в заключение передачи естественный вопрос о планах на 2018 год, о планах депутатских. Это само собой? Ну и если нет коммерческой тайны о планах как руководителя Мособлгаза? У нас этот год политический. В этом году у нас через две с половиной недели выборы президента Российской Федерации. И, пользуясь случаем, я хотел бы призвать наших жителей прийти в этот день на избирательные участки, сказать свое, выразить свое мнение, выразить свою позицию. Это очень важно для понимания и установления новых векторов развития. 18 марта все должны прийти. В сентябре у нас выборы губернатора Московской области. Это тоже очень важный, в этом смысле очень важный у нас год, ответственный. Предстоит много мероприятий. И вот вы говорите, как этот год отразится на Мособлгазе. Вот в Мособлгазе, он, конечно, учитывая всю ту повестку, которую мы видим, ту, скажем так, полемику в средствах массовой информации, которая ведется, необходимо нам, как организации, которая оказывает услуги такого массового характера, чётко понимать вектора развития, вектора взаимодействия между организацией и обществом, понимать те тренды, которые в государстве в нашем установлены, как они продвигаются, развиваются. И, естественно, быть в авангарде тех изменений, которые в нашей стране происходят. Вот для нас очень важно быть именно на острие перемен. То есть кто-то этого, может быть, пугается, а вы к этому стремитесь. Абсолютно. Ну что ж, Дмитрий... Мы хотим быть первыми. Дмитрий Викторович, желаю вам быть первыми и в вашей законотворческой деятельности, и, естественно, в вашем руководстве Мособлгазом. Спасибо огромное за то, что пришли к нам сегодня в студию. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи был депутат Московской областной думы, генеральный директор государственного предприятия Московской области Мособлгаз Дмитрий Аркадьевич Голубков. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова